Валерий Николаевич, я думаю, наш разговор сегодняшний надо начать с темы, которая продолжает развиваться, о которой мы уже говорили, но, видимо, не раз еще придется к ней возвращаться. Я имею в виду дело о взятках в крупном размере в госфирме Таллина Садом. Недавно газета «Постемес» опубликовала материал о том, что по ее данным там имело место, как там написано, движение наличных денег из спорта в две правящие партии. То есть это не просто коррупция, а еще и с выходом на политический уровень. Правда, полиция безопасности после этого сообщила, что по ее данным пока вот такой информации не было получено. Ну вот это то, что в печати было. А может быть, что-то вы знаете или не знаете, как с вашей точки зрения это развивается? Достаточно странный вопрос человеку, который далеко находящийся от событий, который в Таллине, но тем не менее это вопрос. Спасибо. Я думаю, что в Эстонии установился такой достаточно хороший, скажем, на мой взгляд, в правовом отношении установился порядок, при котором вину человека определяет суд. Ну вот из личной жизни и опыта скажу, что ведь и судебные подходы, в принципе, судей подходов разные, собственно говоря, к тому или иному, собственно, событию. Поэтому все, что происходит вокруг Таллина с Адом, я думаю, что это сегодня во власти всех компетентных органов, в том числе и КПО, и полиции, кто занимается этими вопросами. Я думаю, что это будет подготовлен материал, и на основании этого материала, конечно, дела передадут в суд, и в суде будут решать, кто виноват и сколько, собственно говоря, насколько эта вина была со стороны Таллина с Адом. Поэтому, Игорь, я извиняюсь, но я не берусь на себя быть ролью судьи, потому как действительно эти события, которые там происходят, мы читаем и узнаем информацию из газет. И это мнение, которое опубликовано было, и о котором говорили, это все-таки мнение журналистов, которые следят за тем, что там происходит, и если это выйдет действительно на такой-такой уровень, когда будут говорить, во-первых, о больших суммах денег, которые там проходили, во-вторых, кто и как эти распределяли, и надеюсь, что дело закончится точно так же, как, вот видите, долго глядящиеся вопросы, связанные, скажем так, с обменом земель, о которых мы в прошлой передаче говорили. Мне кажется, что вот до суда это далеко. До тех пор, пока это не произошло, я бы не взял на себя роль судей сказать о том, что там кто-то и что-то виноват. Надеюсь, надеюсь, что все будет сделано с правовой точки правильно. В прошлый раз мы говорили о том, что несколько обескураживало, в принципе, такое поведение судей, когда давали арест на главных виновников, вот этого всего, что там происходило. Но на следующий день, в пятницу, такое решение судьи о задержании главных виновников было дано, и поэтому вот сейчас все идет своим чередом, и я надеюсь, что каждая и прокуратура, и КПО, и судьи сделают все, чтобы, в принципе, по-настоящему разобраться в этом деле и поставить точку на «ды». То, что пишут журналисты, я хочу сказать, что часто получается так, что написали, громко сказали, а потом где-то через какое-то время, а через год, может быть, через два появляется маленькая заметочка с извинениями. Даже такие же были вопросы. Да, бывает. Поэтому пусть там спокойно разбираются, мы будем с вами смотреть за этими процедурами, и, наверное, будем их комментировать здесь, в студии, если такая информация следующая будет. Поэтому я сегодняшний день не возьмусь на себя роль судей. Есть для этого специально люди, которые получают, во-первых, заработную плату, получили образование, поэтому в этом направлении пусть они вот этот суд вершат. И я думаю, что вот главенство суда, и ведь доходят дела до первой, второй суд инстанции, доходят до третьего, когда первый, второй признает человека виновным, третий отменяет это решение. Поэтому дай Бог, чтобы вот эта правда, справедливость, судейская справедливость, она бы была с нами рядом, и была бы надежда на то, что можно надеяться, что судьи поставят точку и расставят точки над всем, что происходит и о чем пишут очень много газет. Спасибо. Следующий вопрос, который, я думаю, стоит затронуть, касается двух недавно произошедших таких неприятных инцидентов. Недавно специалист по связям с общественностью военизированного общества Кайцелит, офицер Урмас Рейтельман опубликовал в социальных сетях свое мнение о беженцах, которые проникают в Европу, как сейчас известно, в больших количествах. Причем он использовал такие крайне оскорбительные выражения, сравнивал там людей с мусором, и я не хочу повторять, но очень такие оскорбительные слова, действительно были термины. И добавок также уничижительно отозвался о русскоязычных жителях Эстонии. Это вот один из инцидентов. А буквально вчера ночью в деревне Вау, в области Вяйки Мария Уляны Вирума, произошел пожар, поджег здания центра для расселения ходатайствующих об убежище, вот то есть беженцев. Причем на момент возгорания в здании находилось более 50 человек, в том числе 13 детей. Ну, к счастью, никто не пострадал, и пожар удалось быстро потушить. На мой взгляд, вот между этими, конечно, двумя событиями нет прямой связи, никто не обвиняет его в том, что произошел сам этот поджог, но вот какая-то внутренняя связь между этим есть, на мой взгляд. Как Вы, Валерий Николаевич, считаете? И вообще, как это можно оценить происходящее? Я думаю, что вот по факту заявления, ведь он штатный работник, сотрудник, да, Кайцелита, я думаю, что здесь налицо факт, скажем так, выражение такого собственного мнения, а за этим кроется и мнение может быть тех, кто работает, не хочу никого очернять, но вот всей организации Кайцелит, тем более, она объединяет 20 тысяч человек, поэтому это достаточно сильная, мощная организация, и поэтому очень, причем военизированная, полувоенизированная организация, которая принимает участие во всех таких больших маневрах, которые у нас, учениях, которые проходят на территории Эстонии. Поэтому, естественно, это может быть пятнышко или пятно, но я не знаю, как назвать это, да, но она остается на всем Кайцелит. Поэтому здесь наверняка есть ведь и журналисты пишут, и предложения есть о том, что человек с таким, будь это все-таки своя переписка, если ты начинаешь в социальных сетях писать, то это уже становится достоянием, это уже не стается личная переписка. Если мы с вами, Игорь Друговым, пишем, то это наши письма, да, они не стоят достоянием, и если их, может быть, какие-то спецслужбы не слушают или не читают, в принципе, да, это наши с вами. А если в социальных сетях выходишь с мыслью, то это уже мнение остается достоянием многих людей, и многие люди судят по тому, что думают. И мне кажется, что если сегодня человек, который профессионально занимается развитием, работа, ему, Кайцелита, пишет такие вещи, и в социальных сетях, значит, он должен отвечать, ну, за то, что он сказал. И мне кажется, что здесь ведь не только что обида тех, которых там далеко-далеко, да, вот о людях, которые сегодня из Северной Африки, ведь Кайцелит не пишет, и представитель Кайцелита не пишет, а почему это происходит? Ведь мы же говорили о том, что вот взбудоражив Северную Африку, ведь те же самые государства, которые играют основную скрипку в Евросоюзе вместе с Соединенными Штатами, в общем-то, предприняли вот эти, сделали все, чтобы это, даже и развитие военных действий на их территории проходило при их соучастии, их содействии, и это как результат вот этой политики. Ну, напишите тогда и об этом. А вот затронув этих мелких не сами причины порождающие, а его следствия, вот такими словами, мне кажется, что все-таки штатный работник Кайцелита должен отвечать за свои слова, и было предложение не только ведь тех людей, которые сюда приезжают, а больше того ведь используют против тех, кто сегодня здесь долгие годы живет, кто родился здесь, кто вот в силу своих обстоятельств не говорит на государственном языке, почему и они попадают в эту мясорубку. Мне кажется, что здесь игра и предложения, которые сделаны для того, чтобы по этому конкретному сотруднику, чтобы он покинул бы Кайцелит, поскольку пятно все равно это останется с его продолжением работы, наверное, было бы уместно. Действительно, руководство Кайцелит должно было просто подумать на будущее, ведь нам же дальше жить и дальше существовать и под этим небом, которое называется Эстония. Так что я поддерживаю мысль о том, чтобы этому был дан настоящий, собственно, кадровый вопрос, был бы решен в пользу отстранения такого человека от мнения Кайцелита, который делает очень много для того, чтобы, скажем так, в военно-патриотическом образовании молодежи и всех людей, которые живут в Эстонии, участвуют. Еще раз повторяю, 20 тысяч человек, это же не так мало, это же большая организация, и более того, подчеркнем еще раз, что она полувоенизированная организация, и если с такими мыслями здесь будем проповедовать идеологии этой организации будет такой, то я думаю, что это очень далеко зайдет, далеко зайдет. Поэтому всячески осуждаю такое, собственно говоря, заявление, но с другой стороны, я считаю, что такому человеку действительно, это мое личное точное зрение, человеку в руководстве, и, скажем, тем более, занимаясь в идеологии Кайцелита, ведь он же заработает в отделе, информационном отделе Кайцелита, у него в руках большое мощное оружие, слово, слово Кайцелита. Поэтому, видите, так скользкий президент, скользкий премьер-министр говорит, и как результат, вот вторая половина вашего вопроса, и как результат, ведь сегодня нужно найти, я думаю, что Кайц сегодня и полиция, и КАПО, и все должны спросить, а кто это сделал? Вот поджог, это как бы вызов общества, части общества, которое не поддерживает о том, чтобы погуласать, или точнее сказать, те люди, которые сейчас рвутся с Северной Африки, рвутся, собственно говоря, в Европу, разместились и жили бы здесь, здесь в Эстонии. Это тоже вопрос. Поэтому и президенту, и премьер-министру, мне кажется, здесь надо сказать до конца свое отношение к этому, и как правило, и как следствие, в первую очередь определить, а кто же это сделал. Я думаю, что здесь такой даже политический вопрос вот с этим поджогом. В том-то и дело, мы, как сказать, очень многие настроены в отношении приема беженцев негативно, и мы не раз об этом говорили, и, так сказать, ну это политическая позиция, здесь вопрос опять-таки в том, что можно против этого уступать, но законными средствами. То есть, вот меня как раз тревожит то, что, с одной стороны, офицер высказывает, показывает такую нетерпимость, оскорбление и так далее, а с другой стороны, это действие тоже нетерпимое в нарушении закона. Вот, вот это тревожит честно говоря. Я, Игорь, потому и говорю, что надо до конца определить, а кто же это сделал. Я не думаю, что это для той же самой полиции или КПО, которые трудно, многие вещи раскрывают и смотрят на это дело, что это сделать. И тогда конкретно посмотреть, с какой стороны, то ли это само такой, те, кто живет там рядом, кто-то не хотел бы это видеть, то ли это действительно по мотивам, политическим по мотивам люди выступают против этого, тогда сделать на основании этого, сделать вывод, почему это происходит. И возможно ли такие эксцессы в дальнейшем. Может быть, это как раз как предупреждение для всей сегодня политической элиты и политических организаций для того, чтобы, а будем ли мы поддерживать это мнение, чтобы сюда бы, в принципе, в Эстонию приехало 150, 1515 человек. Может быть, действительно легче и бы побыстрее посмотреть на свои проблемы, которые возникают. А этих проблем сегодня, да простите меня, так много, что вот я вчера прочитал информацию, где наши, те, кто представляет сельхозяйственные фирмы, собрались, 14, по-моему, человек подписали письмо с протестом на сегодня политику, которую проводит правительство по отношению к сельхозпроизводителям. Молоко девать некуда, мясо девать некуда. Вчера, сегодня утром, да простите, уже информационно прошло о том, что 1,8 млн правительства выделяет на то, чтобы сделать консервы из мяса, из того мяса, которое будет в результате отстрела, скажем, диких кабанов, как бы помощь, помощь. Куда это пойдет мясо и сколько это будет распределено? То ли это будет общественной организацией в виде того же, той же армии, того же кайцелита, который на учениях ест консервы. Куда они пойдут? Вот 1,8 млн уже распределили. Там же заявление в сельхозпроизводителях есть о том, что и молоко девать сегодня некуда. И 14 числа, в 14 часов большой митинг как раз организуют не просто политические партии, а уже как раз те, кто объединены в организации, которые представляют наше сельское хозяйство и наши земли. И торгово-промышленная палата, и объединение сельских жителей, и вообще организации, которые все это делают. Поэтому это уже, мне кажется, что несколько другая сторона вопроса по отношению к правительству. Не политики, центристская партия, или свободная партия, или консервативная партия приглашают, а приглашают производители те, кто составляют нашу основу, основу нашего бюджета. Поэтому вот 14 числа будет интересное на том, опять с какими выйдут лозунгами, выйдут люди на это политическое, мне кажется, все-таки это уже политическое мероприятие, но организованное, будет организовано теми, кто представляет нашу экономику. Спасибо. На этой неделе в Костлояре побывали с деловым визитом представители крупнейшей в Германии энергетической фирмы «ХТТ Энерги» из города Герфорд. Вы присутствовали на этой встрече. Вот интересно было бы узнать, с вашей точки зрения, что эта встреча, зачем они приехали, что эта встреча вообще, что она дала, что она может дать нашему городу? Это встреча, это продолжение той деятельности, которой Костлоярская городская управа и городское собрание в области движения Ханса. Ханса города, Ханса движения. Вы помните, когда еще несколько... Бизнес Ханса союз. Да, это несколько веков назад все это существовало, работало. И Костлояре принимала в это, принимала до сегодняшнего дня и принимает активное участие. И что интересно, несколько, буквально два года назад была создана организация Ханса бизнес, то есть конкретно организация вот в движении гонзейских городов, конкретно экономическая составляющая. Ничто иное, когда города или входящие в движение гонзейских городов, фирмы, которые находятся на территории вот этих городов, они объединяют под таким или подходят к вопросам поиска своих партнеров среди гонзейских городов. Ну, легче всего, потому что есть уже какая-то верхняя часть руководителя, которая управляет этим движением. Кстати говоря, вот в 18-м году сейчас будет в Абскове, то есть ближайших, я хочу сказать, несколько лет назад было великом партнере Кохлоярьки в Великом Новгороде, вот оттуда идет. И не зря вот уже две-три фирмы, которые представляют город Кохлоярье, в том числе город Кохлоярье, вступает в движение Ханса, экономическая Ханса. И это как раз начало вот этой большой, мне кажется, первой ласточки вот этой большой работы. Несколько месяцев назад мы были в Германии, конкретно вот в штабе, где это, в этом городе, в котором, который вы назвали, как раз, ну вот зародилось это, что ли. И у нас посетили за два дня, мы посетили 5-6, наверное, очень крупных предприятий, которые конкретно заинтересованы в установлении экономических связей с немецких предприятий, с Балтикой и с тем, чтобы пойти дальше. Это, конечно, российский, неограниченный российский рынок. И одна из фирм была ХТТ, которая производит, как раз занимается производством и, значит, оборудованием, которое связано с теплом. Это и пекарни, это и всевозможные строительные, точнее сказать, большие корпуса, которые надо отапливать. У них хорошая технология по оборудованию. Все это как бы на передовой позиции, больше ста человек работает. И вот тогда, когда мы были, они конкретно посетили, мы посетили, посмотрели, поскольку это связано достаточно много с работами с металлоконструкцией, то посетили их цеха, где-то это все производится. Больше того, ведь они уже сегодня, скажем, работают в Кухлая. Для них это оказывает, для нас было, с одной стороны, сюрпризом, с другой стороны, они уже работают. И Дмитрий Хайнацкий, который руководит предприятием, вот с ними давно уже так связан и работают вместе, что вот то, что они делают, в него находятся, или точнее сказать, он это уже к себе, в своем предприятии расставляет и видит, что в этом есть большая-большой том. Поэтому целый такой ряд встреч, это и Веру Кемия Групп, это и предприятие, которое действительно занимается металлообработкой, за эти два дня было, и я надеюсь, что вот последняя информация, они вчера буквально, в смысле, улетели обратно в Германию, последняя информация, что хотели бы приехать, продолжить, поскольку есть наметки такого сотрудничества с некоторыми фирмами для того, чтобы установить действительно хороший экономический кантор. Поэтому вот от того, что мы раньше говорили, когда Ганзов танцует, поет, образовывается естественный процесс, это первые росточки, которые были связаны с этим движением и в которых втягивается наше предприятие, с другой стороны уже начинается экономическое сотрудничество, это приятно. Это рабочие места, это доход в семью, это доход в местное самоуправление, это новый уровень, это новые требования, новая культура производства, и я думаю, что это действительно очень полезно с позицией, скажем, и развития города, и его будущее, потому что, если говорить о нашем регионе, то оно все было подчинено двум таким большим вещам. Это сланцодобыча и, естественно, энергетика, и, конечно, его переработка. Надо, к сожалению, в это время уже подходит то время, когда надо отходить от этого и искать что-то новое, и вот это как раз новое, мне кажется, вот в Ганзейском движении заложено для того, чтобы последующие поколения уже бы, может быть, осваивали предприятия или работали предприятия, которых мы, может быть, только сегодня предполагаем, но которые должны работать. И наши строящиеся технопарки, наверное, вот эти места, где будут действительно новые предприятия, новые направления, где будут заняты те, кто живет на Северо-Востоке. Спасибо. Да, вот новые экономические связи – это как раз то, что нужно в нынешней ситуации, это перспективно. Ну, а теперь к темам образования. Канцлер права Эстонской Республики Юлия Мадизы, выступая в Нарво-ЕСу перед учителями, сказала, выступила с таким довольно резким, неожиданным заявлением о том, что, по ее мнению, все русские школы надо перевести на 100% на эстонский язык обучения. Жесткое заявление. Вот ваш комментарий к этому. Странное. Странное заявление, если честно сказать. Канцлер права должна защищать, мне кажется, по своей должности, защищать интересы всех, кто проживает здесь. И, естественно, сегодня процесс перехода на эстонское образование, образование, о котором, кстати говоря, о котором говорит канцлер права, невозможно, мне кажется, организовать в таком ракурсе, чтобы получили образование, причем сделать это очень резко. Эти быстро идущие поезд тормозящий. Больше того, ведь канцлер права сегодня это представитель, и она же работала в последний раз, скажем так, неофициально мы, или официально даже мы встречались перед тем, как ее назначит права. Она отвечала на вопросы в нашей фракции, поскольку, ну, хорошее правило есть перед назначением выхода в большой зал для того, чтобы проголосовать. Она отвечала на наши вопросы. Такого, в общем-то, резкого, скажем так, заявления, что ли, не было. Больше того, ведь перед этим, в прошлом году, на заседании, когда менялось правительство, помните, с госпожой Малис Репс и с госпожой Кадри Семпсон, я присутствовал на приеме, скажем так, полуторачасовом приеме президента, вот, нашей маленькой делегации, и ведь констатировала никто иной, как советник президента, нынешний канцлер права. То есть она сидела по правую руку президента и вместе с нами, с ним участвовала в этом, в этих переговорах. Мне кажется, что здесь и вот, если говорит бывший советник президента, то мне кажется, что здесь какая-то, обратно мы говорим сегодня очень много о тенях, кайцелита, то сегодня, может быть, отбрасывает на канцелярию нашего главы государства. Поэтому, поэтому вот сейчас оправдывать, собственно, движение, скажем и так, заявление в сторону того, чего говорит, говорит канцлер права, мне кажется, с позиции канцлера права, во-первых, не совсем справедливо по отношению к тем, кто не владеет сегодня эстонским языком и кто бы хотел учить, получить образование на других языках. К чему же мы умалчиваем? Потому что вот сегодня русский язык стал камнем преткновения, наверное, все-таки вот с позиции канцлера права, а почему же мы умалчиваем, что у нас много идет на английском языке, на других языках, на немецком, на французском иногда курсы проходят и все. Значит, это не государственная задача, что ли? То же самое. Поэтому, если в 93-м году было принято решение о переходе на эстонский язык образования, а я представляю, что вот в августе 93-го года, когда был основной проток сделан, то сегодня канцлер права озвучил, наверное, все-таки желание политической элиты видеть, видеть скорее, политической элиты видеть, скорее всего, этот переход как можно быстрее и с переходом на процесс образования. А с другой стороны, как это сделать? Вот если удастся спросить у канцлера права, я хотел бы у нее спросить, а как это сделать за такое, собственно говоря, сделать в этом нашем государстве, чтобы все образование, которое в эстонском государстве существует, перейти на государственные рельсы. Ведь я понимаю так, государственные рельсы. У нас строительство государственной гимназии не так быстро проходит. У нас учеников гораздо больше, чем государственные гимназии могут, а кроме гимназии есть еще основные школы, есть начальные школы. Если она хочет перевести на рельсы государственного образования, для этого надо очень большие деньги. Ведь вдумайтесь сегодня, ведь педагогам, которые преподают в школе, ведь только оплачивают заработную плату, идет оплата. А вся коммуналка – это же на плечах местных самоуправлений. Давайте постепенно сплюсуем друг другу всю эту коммуналку, и я посмотрю, насколько вырастет бюджет государства в отношении образования. Об этом почему-то во времена таких заявлений не думают. Нужен не один, наверное, бюджет для того, чтобы это сделать. Поэтому я так и прокомментирую госпожу государственного права, ее заявление, ее попытка. Экономическая составляющая в этом вопросе, наверное, огромная. Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые телезрители, сегодняшняя наша передача подошла к концу. В следующий раз снова встретимся в нашей студии. А на сегодня все вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова